РАДИО СВОБОДА Это был дальний родственник моей жены, поступивший в Питерский институт и во время учебы часто нас навещавший. Родом он был из Лавайска, крупной железнодорожной станции на юге Левобережной Украины, то есть из места по этническому составу, скорее русского. Учаясь в Питере, он очень ловко женился, получил ленинградскую прописку, да и на работу устроился тоже в Питере, как-то использовав связи жены. Та, помнится, была комсомольским работником. Он много рассказывал из быта провинциальной молодежи. Глядя на него, я понял, какими должны были быть легендарные краснодонцы, мало похожими на тех поэтов-идеалистов, о которых писал Оренбург. Специфика этих новороссийских мест в том, что города там хоть и небольшие, но люди живут хорошо. Природа и климат много этому способствуют. Молодежь вырастает здоровая, полнокровная и жизнерадостная. Только делать-то и особенно в таких местечках нечего. Все-таки не Киев и не Харьков, университетские центры. Культурных влияний положительного характера немного, если вообще можно говорить о таковых, а энергия распирает. И молодые люди вырастают там, что называется, озорниками, подчас в возрасте своем проявляющими немало выдумки, даже какого-то артистизма. Любимые объекты их шалости, как говорили в старину, ребята шалят, имея в виду отнюдь немалых детей, а даже и пугачевских повстанцев. Так вот, любимые объекты их шалости и случайные приезжие, тоже из молодых, особенно если последним взбредет в голову явиться на местную танцплощадку. Что интересно, почти все они, местные озорники, перебесившись, выходят в люди, на манер моего иловайского соостенька. Вспомнив об этом в своем знакомстве, я под таким углом зрения бегло просмотрел «Молодую гвардию». Читать это подряд сейчас невозможно. И, кажется, понял, чем занимались эти ребята под немецкой оккупацией. Да, собственно, автор и сам несколько раз проговаривается, давая сообразительному наблюдателю понять, что и как происходило на самом деле. Вот такая, например, есть в романе фраза. Средства «Молодой гвардии» составлялись не столько из членских взносов, сколько от продажи из-под полы папирос, спичек, белья, разных продуктов, особенно спирта, которые они похищали с немецких грузовых машин. Или еще. Сережка Тюленин и Валя Борт с 30 декабря увидели грузовик, стоявший без охраны, заваленный мешками, новогодними подарками для немцев. Ну и так далее. «Русские вопросы. Молодая гвардия олигархов». Программу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 8 апреля 2004 года. «Русские вопросы. Молодая гвардия олигархов». Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Зайдя недавно в русский магазинчик, торгующий среди прочего видеопленками русских фильмов и дающих венту, я увидел неожиданно подлинный раритет. Фильм «Тимур и его команда» 1940 года производства. Из чистой ностальгии взял на прокат. Впрочем, не такой уж и чистый. С детства, когда этот фильм впервые видел, запомнилась прелестная девочка, игравшая Женю. Я таким Гумбертом Гумбертом решил восстановить ее визуальной ликой, лучше сказать, личика. Девочка на этот раз понравилась мне меньше. Все-таки я и не мальчик уже, но и не Гумберт Гумберт. Да и вообще в Америке такого насмотрелся, что архаические образы далекого советского детства уже мало впечатляют. Ну и второй момент следует отметить. Уже давно я понял и писал об этом, что в советские времена, причем в самые тяжелые, в конце 30-х годов, родилось удивительное явление – хорошая детская литература. Причем имел в виду не совсем уж детскую, младенческую, вроде стихов и сказок Маршака Ячаковского, а вот именно Аркадия Гайдара вспомнил. Детская литература, писал я, помнится, была единственным стоящим выходом пресловутого социалистического реализма с его склонностью к букалической идиллии. То, что звучало невыносимой фальшью в литературе для взрослых, в детской находило и оправдание, и мотивировку. Посмотрев Тимура и его команду, вспомнил еще об одном, что сравнительно недавно, роясь в русском интернете, я видел мельком материалы к столетию Аркадия Гайдара. Снова туда забравшись, обнаружил, что было это в январе текущего года. Нашлось среди этих материалов немало интересного. Например, интервью Егора Гайдара, данной газете «Известия». В другой статье я обнаружил отнесение к повести «Военная тайна», к знаменитой вставной новеле «О мальчиши-кибальчиши». Автор писал, много сейчас буржуинов развелось, да Гайдара на них нет, естественно, деда, а не внука. Кстати, был упомянут анекдот первоначальной либерализации. В Третьяковской галерее новая картина. Аркадий Гайдар убивает своего внука. Среди прочих отликов на юбилей нашел статью Мариэтты Чудаковы под названием «Дочь командира» и «Капитанская дочка» о Тимуре и его команде. Маститый специалист по истории советской литературы, много пишущая как раз о 30-х годах, Мариэтта Чудакова к «Жемчужинам» того времени отнесла несколько произведений как раз детской литературы. «Дикая собака» Динго Фреймана, «Судьба барабанщика Гайдара», «Роман Каверина» «Два капитана», начавший печататься в 1938 году в детском журнале «Костер». Она нашла в тогдашней литературной газете обзорную статью о лучших вещах сезона, в каковом обзоре именно эти вещи и назывались. Далее Мариэтта Чудакова пишет. В 1939-1940 годах только в детской литературе это и продолжалось. Добрые чувства, добро и зловых столкновений, феномен совести, непременно просыпающийся. Повесть Гайдара несет в себе невольные воспоминания о прежнем состоянии России, запечатленном литературой. Благородные отношения между людьми, устанавливаемые Тимуром, базируются не на очищенных от наносного советских ценностях. Показано, как в самом младшем поколении идет подспудная реставрация ценностей досоветской России. В эти самые дни уже пишется «Своя капитанская дочка» по пушкинской кальке. Это была повесть Гайдара «Тимур и его команда», центральный герой которой продолжал галерею положительных героев русской литературы «От Петра Гринева до князя Мышкина». Чудакова приводит довольно много примеров, свидетельствующих об определенном параллелизме гайдаровской повести со сценами, положениями, репликами не только «Капитанской дочки», но и таких вещей, как «Мастер и Маргарита» и «Идиот». С повестью же Пушкина Тимура роднит даже общий сюжетный замысел. Положительный герой, несправедливо обвиненный в предательстве, у Гайдара в плохом поведении и оправданный усилиями героини, в данном случае девочкой Жени, дочерью полковника Александрова, которой у Гайдара играет ту же роль, что императрица Екатерина, с подачи Маши Мироновой, приказавшая пересмотреть дело Гринева. Вот интересные слова критика, которые следует непременно привести. «Как сквозь промокательную бумагу, плотно прикрывшую лис с совсем иными, отвергнутыми новой традицией, и, казалось, прочно забытыми текстами, проступают в детской повести о Тимуре невысохшие чернила, фиксировавшие великий неосуществленный замысел. Изобразить идеального человека. Напомним формулировки, дрогнувшей перед гайдаровским героем современной критики. «Идеал чистоты, честности и возвышенности» просвечивает князь Христос. Вот как далеко заходит Мария Точудакова. Между тем, указав на литературные параллели с русской классикой, можно было бы обойтись и без непременного соотнесения гайдаровской вещи с дореволюционными ценностями в моральном плане. Как раз в те годы, перед самой войной, наблюдался в Советском Союзе некий парадокс. Было воспитано молодое поколение, отличавшееся крайним идеализмом и вообще набором всяческих положительных качеств, вплоть до готовности к самопожертвованию, что и реализовалось во время самой войны. По этому поводу можно вспомнить одно литературное же столкновение, имевшее место в начале 60-х годов, когда вышел сборник стихов молодых поэтов, погибших на войне, с предисловием Ильи Еренбурга. Там он и написал об этом удивительном поколении, взошедшем на крови и грязи 30-х годов, за что ему долго выговаривала официозная критика. Тут придется высказать одну горькую истину. Все эти прекрасные качества имеют в сущности формальный характер, никак или очень мало завися от характера исповедуемой веры. Главное, чтобы была самая вера, а она уже порождает упомянутые душевные свойства. Но вот, пожалуй, самое интересное, что написала о Гайдаровской повести Мария Точудакова. В повести Тимура и его команда Гайдар обезопасил себя от упреков официозной критики в отсутствие направляющей роли пионерской организации школы, тем, что вывел действия за пространственные пределы города и временные границы учебного года на дачу. И тут по неволе вспоминается еще одна советская литературная история, получившая куда более шумный резонанс, чем что-либо так или иначе связанное с Гайдаром. На этот раз речь шла не о детском писателе, к тому же о погибшем на войне, что давало ему некий посмертный иммунитет, а о живом, если не классике, то уж во всяком случае самом большом литературном начальнике, об Александре Фадееве, первом секретаре Союза Советских Писателей, авторе канонизированного романа «Молодая гвардия». Роман получил все мыслимые премии, был сотни раз инсценирован чуть ли не на всех театрах Советского Союза, была даже написана опера «Молодая гвардия». Экранизирован режиссером был тоже кит советского киноискусства Сергей Герасимов, наконец включен в школьные программы по литературе. Более того, завоевал совершенно искреннюю и без идеологических подсказок любовь читателей. Словом, вошел, как тогда называлось, в «Золотой фонд советской литературы». Роман этот, напомню, был основан вроде бы на реальных событиях, на документальной истории молодежного антифашистского подполья в оккупированном врагами городе Краснодонии. Имена героев были именами реальных людей. Но из этой истории был сделан именно роман, то есть произведение художественной литературы, и какой-то процент свободного домысла и авторской фантазии в этом случае казался вполне приемлемым. И вот что произошло далее. Через несколько лет после появления романа, а он был напечатан, помнится, в 1946 году, то есть написан по самым горячим следам событий, где-то в начале 50-х годов, уже после всех фадеевских молодогвардейских триумфов, последовала довольно решительная критика романа со стороны авторитетнейших советских органов, именно газеты «Правда», выступившей с критикой книги аж в передовой статье, то есть в самом, что ни на есть, установочном материале. Если не вину, то в крупную ошибку автора вменялось то обстоятельство, что в книге не было показано влияние подпольной партийной организации на формирование и руководство молодежной группы. Это показалось полным абсурдом, приносящим в жертву партийной догме самые, казалось бы, бесспорные факты триумфа коммунистических идей и плодов советского воспитания. Подвиг краснодонской молодежи тем и выделялся, тем и свидетельствовал о решительной победе в сердцах и умах советских людей коммунистических идеалов, что был совершен, так сказать, стихийно, инцентивно. Этим молодым людям и инструкций никаких не требовалось, чтобы выступить против лютого врага. Именно и как раз плоды воспитания советского, коммунистического. Фадеев не был поколеблен в его позиции литературного начальника, но пришлось ему сесть за переделку романа и пресочинить неких подпольных коммунистов, руководивших организацией, главой которой раньше в первой редакции считался активный комсомолец Олег Кашевой. Этот, что называется, мартышкин труд был выполнен, и писатель заработал новую порцию похвал со стороны вышестоящих органов. Это дело, однако, как-то ничем не кончилось, потому что Сталин в скорости умер, и всю эту историю принялись замалчивать. Я не уверен, дошла ли новая редакция молодой гвардии дошкольных программ, или Олег Кашевой и Сергей Теленин остались героями, что называется, персе. Вот такую интересную параллель можно провести между образами Аркадия Гайдара, отправивших своих героев на дачу, и фадеевскими комсомольцами, у которых подобного алиби не было. Немецкая оккупация – это, конечно, не дача. А коли так, то и не смей своевольничать, проявлять даже самую похвальную инициативу без одобрения взрослых, подпольного партийного комитета, которого, сдается, и не было в Краснодоне. Другой вопрос, однако, куда интереснее. А было ли комсомольское подполье? Были ли, так сказать, мальчики? Да и девочки. Среди героев Краснодона назывались имена Любови Шевцовой и Ульяны Громовой. Одна из этих героин даже живой осталась и разъезжала по стране предстательствовать за покойных героев. Звали ее, помнится, Валя Бортс. После Сталина развязавшиеся языки пустили по свету самые невероятные слухи о Краснодоне и его комсомольских героях. Упорнее всего повторялось, что Олег Кашевой отнюдь не был казнен, а очутился в Америке, где благополучно и проживает. Еще, помнится, говорилось, что юноша Стахович, которого Фадеев сделал предателем, совсем им не был, и что это инсинуация в духе тогдашней коммунистической практики, искавшей и находившей врагов там, где их и не стояло. Это мы теперь хорошо знаем, что предателей среди казненных большевиками почитаешь, что и не было. Но вот другой вопрос. А были ли герои там, где на них указывала партийная организация и подведомственная ей партийная литература? Радио «Свобода» Поверх барьеров Русские вопросы Молодая гвардия олигархов Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов Однажды в жизни мне пришлось довольно тесно общаться с весьма колоритным и, как думается, типичным представителем советской провинциальной молодежи, причем из небольшого города, вроде Краснодона. Это был дальний родственник моей жены, поступивший в Питерский институт и во время учебы часто нас навещавший. Родом он был из Иловайска, крупной железнодорожной станции на юге Левобережной Украины, то есть из места по этническому составу, скорее русского. Учаясь в Питере, он очень ловко женился, получил ленинградскую прописку, да и на работу устроился тоже в Питере, как-то использовав связи жены. Та, помнится, была комсомольским работником. Он много рассказывал из быта провинциальной молодежи. Глядя на него, я понял, какими должны были быть легендарные краснодонцы, мало похожими на тех поэтов-идеалистов, о которых писал Оренбург. Специфика этих новороссийских мест в том, что города там хоть и небольшие, но люди живут хорошо. Природа и климат много этому способствуют. Молодежь вырастает здоровая, полнокровная и жизнерадостная. Только делать-то и особенно в таких местечках нечего. Все-таки не Киев и не Харьков университетские центры. Культурных влияний положительного характера немного, если вообще можно говорить о таковых, а энергия распирает. И молодые люди вырастают там, что называется, озорниками, подчас в возрасте своем проявляющими немало выдумки, даже какого-то артистизма. Любимые объекты их шалости, как говорили в старину, ребята шалят, имея в виду отнюдь немалых детей, а даже и пугачевских повстанцев. Так вот, любимые объекты их шалости и случайные приезжие, тоже из молодых, особенно если последним взбредет в голову явиться на местную трансплощадку. Что интересно, почти все они, местные озорники, перебесившись, выходят в люди на манер моего иловайского соостенька. Вспомнив об этом в своем знакомстве, я под таким углом зрения бегло просмотрел «Молодую гвардию». Читать это подряд сейчас невозможно. И, кажется, понял, чем занимались эти ребята под немецкой оккупацией. Да, собственно, автор и сам несколько раз проговаривается, давая сообразительному наблюдателю понять, что и как происходило на самом деле. Вот такая, например, есть в романе фраза. Средства «Молодой гвардии» составлялись не столько из членских взносов, сколько от продажи из-под полы папирос, спичек, белья, разных продуктов, особенно спирта, которые они похищали с немецких грузовых машин. Или еще? Сережка Тюленин и Валя Бурц 30 декабря увидели грузовик, стоявший без охраны, заваленный мешками, новогодними подарками для немцев. Ну и так далее. Читавший роман Фадеева или смотревший известный фильм, замечательная актриса Нона Мордюкова в нем дебютировала. Должны помнить одну из главных сцен, как молодогвардейцы, устроив концерт, на котором много немцев собралось, подожгли большой немецкий склад. Думается, что сначала они его ограбили, а потом уже подожгли, заметая следы. Так, кажется, в романе так и говорится, что потом уведенные со склада прятали в том же клубе, где много было всякого рода малозаметных помещений. Не исключено, конечно, что каких-то немцев, надо думать, в основном часовых, они и пришили. Также, вероятно, что повесили начальника местных полицаев. Эта проделка очень в духе такой энергичной молодежи. Фадеев невольно раскрывает карты, рассказывая, как провалились молодые люди, которых он называет молодогвардейцами, то есть членами некой подпольной организации, принявшей такое название. Полицаи поймали на барахолке пацана, торговавшего немецкими сигаретами, привели его к немцам, те его выпрали, и мальчишка раскололся. Сказал, от кого получил сигареты, от Машкова, Стаховича и Земнухова. В общем, нынешний читатель склонен думать, что никакой молодой гвардии комсомольского пополия и не было, а была, вполне прочим, понятная уголовщина, за которую немцы, по меркам военного времени, да, видимо, и впрямь недосчитавшие некоторых из своих, этих ребят и расстреляли. Придуманная Фадеевым типичный советский миф, и уж совсем не верится тому, как молодогвардейцы ни в чем не признавались под пытками. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Давно известно, что человек не выдерживает физических пыток, а у Фадеева только Стахович под пыткой раскололся. Думаю, что и пыток тех не было. Просто немцы, не церемонясь, расстреляли молодых людей, нанесших им некий урон. Конечно, наше сочувствие на стороне этих парней и девушек. Тут двух мнений быть не может. А сорство их вполне понятно и оправдано. Не оккупантам же сочувствовать в самом деле. Но очень похоже, что советская пропагандистская машина, включавшая в себя, как известно, и литературу, героическое комсомольское подполье выдумало в целях вязчего взбадривания советских людей. Такие случаи сплошь и рядом наблюдались, тем более во время войны. Еще в советские времена стали не только говорить, но и писать, что никаких 28 героев панфиловцев не было, а сочинил их военный журналист Кривицкий, взяв в какой-то воинской части список погибших. Этот Кривицкий сделал потом большую журналистскую карьеру. Если держаться ближе к нашей первоначальной теме, то снова нужно напомнить, что активные молодые люди совсем не нуждались в партийном руководстве для своей всякого рода спонтанной деятельности. Просто партия не могла такого позволить даже задним числом и переписывала историю, чтобы напомнить лишний раз о своей руководящей и направляющей роли. И теперь возникает самый интересный сюжет из этой обоймы. Вспомним гласности перестройку, когда было разрешено проявить некоторую хозяйственную инициативу частным лицам, да и не только частным лицам, но и некоторым организациям заняться делами вроде совсем бы необычными для этих организаций. И тут нужно вспомнить, что у истоков новейшего русского капитализма стоял как раз ленинский комсомол. Это началось уже раньше, еще при вполне прочной советской власти. Вспомним так называемые комсомольские строительные отряды, группы студентов, отправлявшихся летом на всякого рода стройки и подсобные работы. Этим отрядам была предоставлена некоторая самостоятельность. Например, во главе их стояли сами комсомольцы из числа, скажем, институтского комсомольского актива. И вот эти ребята не возвращались с указанных строек без крупных сумм. Как уж они там эти деньги делали не наша забота. Но ясно, что именно в этих отрядах складывались и формировались кадры грядущего российского капитализма. К числу таких комсомольских вожаков принадлежал и герой нынешнего времени Михаил Ходраковский. Дальнейшая его уже постсоветская деятельность слишком хорошо известна, чтобы о ней напоминать кому-либо в России. Масштабы этой деятельности во много раз превышают торговые операции краснодонских комсомольцев на местной барахолке. Да и происходящее сейчас с главой ЮКОСа находится в центре внимания. Последней сенсацией уже после ареста Ходраковского стало письмо, им подписанное и опубликованное в российской прессе «Кризис либерализма в России». Потом началось что-то малопонятное. То заявляли, что не он это письмо написал, то опровергали в конце концов сам Ходраковский сказал, что хотя он этой статьи не писал, но подписывается под каждым ее словом. Самыми важными словами в этом документе кажутся нам следующие. Отказаться от бессмысленных попыток поставить под сомнение легитимность президента. Независимо от того, нравится нам Владимир Путин или нет, пора осознать, что глава государства не просто физическое лицо. Президент это институт, гарантирующий целостность и стабильность страны. И не приведи Господь нам дожить до времени, когда этот институт рухнет. Нового февраля 1917 года Россия не выдержит. История страны диктует, плохая власть лучше, чем никакая. Более того, пришло время осознать, что для развития гражданского общества не просто нужен, необходим импульс со стороны власти. Мы не хотим сейчас обсуждать по существу происходящее с Михаилом Ходраковским. Хотя бы потому, что, как говорят некоторые российские либералы, неэтично полемизировать с человеком, лишенным свободы. Нам важно указать все на тот же сюжет, который мы отметили в советской литературе, а сейчас наблюдаем в жизни. Привычный прием российской власти, независимо от той или иной идеологии, ее вдохновляющей, отличается удручающей воспроизводимыми инвариантами, и одна из наиболее выдерживаемых черт ее практики подавления инициативы молодых. Тут даже неважно, воровали молодогвардейцы или в самом деле вывешивали красные флаги, и воровал или нет Ходорковский. Власть и в этом деле, предполагаемой или не существующей криминальной активности, хочет сохранить привлегированное положение. Хоть бы и воруй, но под эгидой и контролем власти. Другой морали в этой истории, в этих историях нет. Порядок творения обманчив, как сказка с хорошим концом, сказал поэт. Из русско-советских сказок только история Гайдаровского Тимура обладала таким концом. На волнах Радио Свобода выслушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. После выпуска новостей мы продолжим журнал «Поверх Баиров». Голосовой помощник Радио Свобода. Привет, это Маруся. Хорошие новости? Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке Капсула. Просто скажите, Маруся, включи радио Свобода. Свобода становится еще ближе. Время Какую Россию мы оставим нашим детям? Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы и полная нация была полная здоровая. Вот и все. Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было У всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. И от кого не зависит. Надо привить детям в любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно всё воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну и чтобы мир был самый главный на Земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Из истории поэтического авангарда. Игорь Терентьев. В это время у него была, опять такая, парадоксальная совершенно идея совместить марксизм с заумью. Он в Академию художества студентам преподавал, читал лекции. Пушкин о футуристах. Терентьев писал пьесы и стихи, но денег на издание не было. Книги у него издавались в Добилиси. И то на деньги Ильи Зданевича, жившего в Париже. Самое ужасное. Терентьев написал, что у него пуд рукописей. От них только письма остались. Маленькая пьеса до нескольких страниц. А где все остальное, неизвестно. Терентьев подружился с Малевичем. В Музее художественной культуры организовал с его помощью фонологическую лабораторию, где занимался теорией зауми, теорией звучания стиха. Правда, все это продолжалось недолго, около года. Увидев, что издавать книги по-прежнему не на что, всю свою энергию поэт переключил на театральную деятельность. Он ставил и в самодеятельных театрах всякие живые газеты, кагитки, фарсы, его дневили, все что угодно. Пик его театральной деятельности, которая его сделала известной во второй половине 20-х годов, очень широко и в Петрограде, и в Москве, это была постановка Гоглевского ревизора в Театре Дома Печати, которая была полимична по отношению к ревизору Мейерхольда. Костюм делали ученики Филонова. Патчмейстер, его костюм состоял из конвертов с сургучными печатями. У земляники, так там где-то ягодка земляники болталась. Все было, конечно, хорошо, но эти костюмы были очень громоздкие, очень неудобные для артистов, поэтому несколько прошло представление в этих костюмах, но это было. Выдумки там было хоть отбавляем. В частности, если вы помните, сон городничевых, что бегают крысы. Сон материализовался. По занавесу бегали две ручные крысы. Вверх глаз зрителей в шок, а некоторых в истерику. Потом на сцене стали шкафы. Четыре шкафа. Все герои выходили из шкафов, а потом в шкафы заходили. Хрестаков первое его появление было на шкафу. Кроме русского. Там говорили, причем одновременно по-украински, по-польски, по-французски. Последний необыкновенный финал. Когда приходит жандарм и говорит, что вот приехал настоящий ревизор, снова появляется Хрестаков, но уже в мандере настоящего чиновника. Поверх барьеров из истории поэтического авангарда. Игорь Терентьев. Программу подготовила и ведет Татьяна Вольская. Впервые в эфире 8 апреля 2004 года. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Из истории поэтического авангарда. Игорь Терентьев. Тот, кто познакомится с биографией Игоря Терентьева, биографией, плавно перетекающей в судьбу, не усомнится, что это один из самых ярких и темпераментных футуристов. В отличие от творчества русских собратьев по цеху, его футуризм имеет дадаистические и сюрреалистические оттенки. Это обстоятельство было замечено еще в 20-е годы 20 века. Исследователи отмечали, что Терентьев – это необыкновенный интересный поведенческий тип, последовательный дадаист не только в литературе, но и в жизни. Игорь Герасимович Терентьев родился в 1892 году в Павлодаре. Его отец был жандармским полковником. Какового обстоятельства Терентьев никогда не скрывал, честно указывая свое происхождение во всех анкетах. Семья переехала в Харьков. Молодой человек поступил на юридический факультет Харьковского университета, закончил учиться уже в Москве. Но поработать юристом ему было не суждено. Рассказывает исследовательница русского и грузинского авангарда Татьяна Никольская. В 14-м году Терентьев был вхож в дом Ходосевича, и в частности он дружил с его женой Анной Ивановной Чулковой. Терентьев уже тогда писал стихи, правда не футуристические, а обыкновенные. И по просьбе Анны Ивановны Чулковой Ходосевич эти стихи посылал Борису Садовскому, для того, чтобы тот их где-нибудь пристроил. Тем не менее, они опубликованы не были. Его товарищем по университету, тоже юристом, был очень интересный человек Михаил Карпович, который впоследствии в 1946 году основал в Америке новый журнал. На сестре своего друга Натальи Карпович Терентьев поженился. После окончания университета он уехал в Тбилиси, где жили родственники его жены, где он сам поступил в военное училище. Уже была Первая мировая война ускоренного выпуска. Где-то через год, вероятно, оттуда вышел, и там в Тбилиси проходила военную службу в железнодорожных войсках. В 1918 году проходила общая демобилизация Кавказского фронта, в результате которой Игорь Терентьев сделался частным лицом, оказавшись без средств к существованию. Юристов тогда в Тбилиси, куда съехалась интеллигенция за всей Россией, было более чем достаточно. Грузинским языкомом не владел, а жить на что-то нужно было. У них как раз уже дочка Татьяна родилась. Тогда Терентьев арендовал ишака. И ездил с этим ишаком на вокзал, по клажу возил, по городу возил муку, вино и, в общем, как-то зарабатывал на жизнь. Но потом вдруг очень сильно подорожал корм для ишака. На всякий случай, так Терентьев пишет в одном из писем Карповичева. Я уж не знаю, чем нужно было ишака кормить, но корм для ишака так подорожал, что это предприятие сделалось невыгодным. Он оказался в долгах и отдал ишака владельцу. После эпопеи с ишаком Терентьев вспомнил, что в студенческие годы занимался театром, нашел себе работу в одном из театров-миниатюр, где проработал три сезона, причем с постоянным повышением зарплаты. Он играл в фарсах, в адевилях, в эстрадных номерах. И даже был его бенефис. Во время бенефиса это известно. Он загримировался под негра, пел в таком виде шансонетки на английском языке, при этом еще танцевал чечетку и пользовался бешеным успехом. Начатая так удачно театральная карьера продолжилась в 20-е годы в Петрограде. В Тбилиси существовал «Фантастический кабачок», такая студия поэтов, в которой собирались поэты всех направлений, и русские, и грузинские. Терентьев читал свои стихи, он познакомился с Крученых, который сделал из Терентьева футуриста. Крученых написал книжку в 1918 году, «Ожирение рос» о стихах Терентьева и других. Он рассматривал процесс эволюции поэзии Терентьева и в конце делал такое предсказание, что Терентьев уже зафутурил и скоро заговорит на языке ушкуйников и скрипцов, что отчасти не произошло. Чистым заумником поэт все-таки не стал. Одним из самых популярных стихотворений, которые он читал на каждом своем поэтическом вечере, было стихотворение «Мои похороны». Это стихотворение основано на звукоподражании. Чувствуется, какое ухо было хорошее, соконье, копыт по мостовой, похоронных дрог. Он передает посредством звуков, сочетаемых с нормативным текстом. Другой прием — он обращался к народному фольклору. Например, вот известная всем песенка «Жил-был у бабушки» серенький козлик. Терентьев его взял за основу и написал свое стихотворение «Козлик», где этот текст дается в заумной обработке. Тут есть такой элемент выбарматывания. Терентьев уже тогда считал, что мысль делается во рту. Он был за бесконтрольный поток речи, поток таких ассоциаций. И некоторые его заявления этого времени, они очень близки, скажем, к первому манифесту сюрреалистов Бретона. Не знаю, знал Терентьев об этом или нет. Это один из самых алогичных русских поэтов. У него, например, вокруг палочки дирижера витают бегемоты. Терентьев, он некоторые свои стихи именно выговаривает, некоторые тексты выписывает, не перечитывая их, чтобы контроля сознания не было. Причем что-то интересно. Явно, что он знал Фрейда. У него есть в стихах такие образы, совершенно сюрреалистические, которые трудно понять. Такой образ, когда лягушка рождает устрицу в печенке Леонардо да Винчи. Я долгое время не могла понять, откуда. И потом случайно, где-то я прочла, что у Фрейда в книге о сновидениях приводится такой сон, связанный с Леонардо да Винчи. Вот такие образы. Вот как. Игорь Терентьев был еще и художником, выставлялся вместе с группой «Малый круг». Он подружился с грузинскими поэтами группы «Голубые роги» Тицианом Табидзе, Григолом Рабакидзе, Паулой Яшвили и посвятил им стихотворение «Дедебулия», что значит «величание». Игорь Терентьев, «Дедебулия». Горы жара, Тихий Тифлис, Куры Курикулуш, Дудебулияю, По улицам проходит Рабакидзе, Холодный, как на переуле, Строгий орган Грузии, Вкушая паусную кровь поэзии, Трепещет Тициан Табидзе. Так заплетается огонь, И вот Чичикога Фриндашвили, Медведь, воспитанный верленом, Соединяет нас Междуусобная любовь и праздник. Восшествие Паула На престол грузинского стола, Слава стране, Где ходит Кара Дарвиш, Похожий на Екатерину II, Где я живу и ворую. На волнах радио «Свобода» Вы слушаете передачу Из истории поэтического авангарда Игорь Терентьев. Ведет передачу Татьяна Вольская. Все было неплохо, Пока не началась Советизация Грузии. Средств к существованию не стало, И Игорь Терентьев Собрался в Париж. Продолжаем беседу С Татьяной Никольской. Терентьев решил поехать в Париж. Дело в том, что его друг Илья Зданевич уже уехал в Париж. А кроме всего прочего, У него был брат Владимир, Который был во Врангельской армии Не просто кем-нибудь, А контрразведчиком. Он с армии Врангеля В Константинополь уехал. И туда же уехали Своим путем Отец Терентьева и его мать. И он очень хотел повидать Своих родственников. И потом хотел оттуда, Если удастся, поехать во Францию. Нужны были деньги. Тогда, значит, написал Терентьев и его жена Михаилу Карповичу в Америку, Которые, в отличие от Терентьева, Желосносно. Терентьев вместе с Кириллом Зданевичем Поехали в Константинополь. Они приехали в Константинополь. Оказалось, что были нужны деньги, Чтобы сойти с пароходом. Не всех турки хотели пускать. Очень много было беженцев. С парохода сойти удалось. Игорь Терентьев не только повидался С родственниками, Но прожил в Константинополе Восемь месяцев. Там он подружился с Юрием Терапиано И основал отделение заумных футуристов 41-й градус в Константинополе. Денег все не было. Наступала зима. Терентьев вернулся к жене И маленькой дочке в Тбилиси. Тут-то и пришли. И деньги из Америки. И известие, что во Франции В Сорбонне ему устроена стипендия. Из Тбилиси Терентьев переехал в Москву. Крученых зазвал его в Лев. Лев ему показался слишком прав. Он даже такую статью потом написал Кто Лев, кто прав. Он там одно стихотворение какое-то опубликовал. Со всеми поругался. Лев уже от зауми отказался. А ему казалось, что это неправильно. Из стихов Игоря Терентьева. Струня голое горло Я как памятник трезвый Публично сплю. С верхнего голода Мистер Мир Начал меня имитировать. За ним все летят Потерентьица И затерентьить. Я не егений, Только президент флюидов. Сегодня в парламенте 300 новых поэтов признаны За то, что у них мой нос И моя головизна. Татьяна Никольская продолжает. В это время у него была Опять такая парадоксальная Совершенная идея Совместить марксизм За умью. Он в Академию художества Студентам преподавал, Читал лекции. Пушкин о футуристах. Терентьев писал пьесы и стихи, Но денег на издание не было. Книги у него издавались В Дебилиси. И то на деньги Ильи Зданевича, Жившего в Париже. Самое ужасное, Терентьев написал, Что у него пуд рукописей. От них только письма остались. Маленькая пьеса До нескольких страниц, А где все остальное, Неизвестно. Терентьев подружился Смолевичем. В Музее художественной культуры Организовал с его помощью Фонологическую лабораторию, Где занимался теорией зауми, Теорией звучания стиха. Правда, все это продолжалось Недолго, около года. Увидев, что издавать книги По-прежнему не на что, Всю свою энергию Поэт переключил На театральную деятельность. Он ставил и в самодеятельных театрах Всякие живые газеты, Кагитки, фарсы, Водоявили все что угодно. Пик его театральной деятельности, Которая его сделала известной Во второй половине 20-х годов Очень широко и в Петрограде, и в Москве, Это была постановка Гоглевского ревизора В театре Дома печати, Которая была полимична По отношению к ревизору Мейерхольда. Костюмы делали ученики Филонова. Патчмейстер, его костюм состоял Из конвертов с сургучными печатями. У земляники, так там где-то ягодка земляники болталась. Все было, конечно, хорошо, Но эти костюмы были очень громоздкие, Очень неудобные для артистов, Поэтому несколько прошло представление В этих костюмах, но это было. Выдумки там было, хоть отбавляй. В частности, если вы помните, Сон городничевых, что бегают крысы. Сон материализовался. По задовесу бегали две ручные крысы, Что ввергло зрителей в шок, А некоторых в истерику. Потом на сцене стали шкафы. Четыре шкафа. Все герои выходили из шкафов, А потом в шкафы заходили. Хрестаков первое его появление было на шкафу. Кроме русского. Там говорили, причем одновременно, По-украински, по-польски, по-французски. Последний необыкновенный финал. Когда приходит жандарм и говорит, Что вот приехал настоящий ревизор, Снова появляется Хрестаков. Но уже в мандире настоящего чиновника. Вокруг спектакля была бурная полемика. А в 1928 году в том же зале, С теми же декорациями, Прошел знаменитый вечер абориутов Три левых часа. Все было хорошо, Пока директора Баксакова не посадили. Дома печати. Терентьев театр потерял крышу над головой. Он поехал на гастроли в Москву. И там в театре Мейерхольда Были гастроли. И после этого он совершил, Может быть, тоже роковой шаг в своей жизни. Его пригласили на Украину. И он поехал по тем местам, Где очень хорошо знали его отца. Где отец служил, Жандармским полковником. Терентьев этого не мог не знать. Но он такой был человек, Да поехал. Там тоже он сотрудничал С журналом футуристическим Новая генерация. А в Москве он с Новым Левом сотрудничал. Кончилось все дело тем, Что в 1931 году Его арестовали на Украине. Восемь месяцев было следствие. Он все признавал. Не было ни очных ставок, Ни свидетельских показаний. Его обвинили В участии в контрреволюционной организации. Он все это признал, Что в Константинополе его завербовали. А его деятельность заключалась в том, Чтобы вредительство На театральном фронте проводить. А именно посредством заумия. Что он специально был против Пролетарской массовой литературы. Это могло привести К расслоению рабочих масс. А его вина заключалась В прямой форме над содержанием, Которое он последовательно Эту литературе проводил. Поэтому да, Он вредитель. Игорь Терентьев, Алексею Крученых. Крученых, Ай, кваканье, Ай, наплевать мне На сковородке футуризма, Как они Лиц льстят От икотки, Скварятся И футуреют Лицорос Ожирения, Плюньте, Юньте По юнице, По улице В пуговицы За угол В забор Бейте Медью С отпрыгом Робин Дранат Тагор На волнах Радио Свобода Вы слушаете Передачу Из истории Поэтического Авангарда Игорь Терентьев Ведет Передачу Татьяна Вольтская Сейчас Опубликованы Следственные Дела Из которых Виден Чудовищный Абсурд Происходившего Рассказывает Исследовательница Русского И грузинского Авангарда Татьяна Никольская Он рассказывает Что был На конференции В Москве И в кулуарах И дальше пишет Точнее В клозете У пистуарах Стояли люди Разговаривали Во мне Я в это время Сидел один В кабинке Также эти исследователи Которые опубликовали Это Богомолов И Кудрявцев Материалы Следственного дела Они пишут Что когда его Читаешь Что это фарт С переходящий в балаган Вот что Игорь Терентьев Позже рассказывал Жене и дочери Мы обвинили Во время моста На самом деле В следственных делах Никакого моста нет А его именно Контрреволюционная организация Это утвердительство Такое Культурное Театральное За Терентьев Заступились Что интересно 31 год был За него заступились И среди подписавших письмо Был Николай Асеев Василий Катанян Осип Брик Семен Кирсанов И еще несколько человек Пять лет ему дали Вот в Котласе На севере Поскольку он Талантливый режиссер Была ссылка Но в город Ближе к центру Где он мог Заниматься театральной работой Может быть Все, что происходило С Терентьевым И неудивительно Для человека Который и творил И до некоторой степени Жил Под знаменем абсурда Вот, кстати Что он писал о поэзии В одной из своих Теоретических работ Наша поэзия Отлично как Первое Упражнение голоса Второе Материал языкопытов Третье Возможность Случайного Механического Ошибочного То есть Творческого Обретения Новых слов Четвертое Отдых Утомленного Мудреца Заумная поэзия Чувственно Как все Бессловесные Пятое Способ Отмежеваться От пошляков Шестое Сгущённый Вывод Всей новейшей Теории Стиха Седьмое Удобрение Языка Заумь Гниение Звука Лучшие условия Для произрастания Мысли Новая школа Для художника Только неиспытанный Наркоз Но не следует Бояться Такого слова Самое Естественное Дело Удобрение Земли Унавоживание Тот же Наркоз Кстати И слова Похожие Культурное Возделывание Поэзии Требует Перегноя Теории Каждый художник Принуждён Учиться До полного Невежества Открытия Бывают Там Где Начинается Дураковаляние Ритм 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 Татьяна Никольская Склонностью К аллогизму Которая у него Была В стихах А потом В последствии И в теоретических Работах Он отличался От Других Поэтов Укрущённых Тоже частично Было Но Терентьев Именно это Развил Наряду Со стихами Такого типа Он Писал И Очень красивые Нормативные Стихи С очень лёгким Влиянием Футуризма Которые были Основаны Не на слухе А на глазе Вот например У него есть Тихотворение В котором даётся Пейзаж Вечернего города Вечернего Тбилиси И Совершенно зримо Представляется Город и настроение Игорь Терентьев Тифлист Под барабан Шарманка Пела по-грузински Яблоками На осликах Пахло солнце В тени Давида Лежал головин При свете Холмов Из бронзы На голубей Кура В замостьях Шипело Трамвай Выбивался В Европу Из Майдана Пробегала Девушка Твёрдая Как Чурчхела Наступал Вечер Во всех Странах Воздух Блотных В котором Блотные Участвовали Времена Были Такие Фильма Восстание Камней В Керчи Были съемки Но фильм Лег на полку Потом написал Не что-нибудь А сценарий Музыкального Фильма Евгений Онегин И даже существует фотография Он сам в гриме Пушкина И тоже Не получилось Из этого ничего И он В таком состоянии Оказалось Что опять вернулся Какой наемный В Канальный театр Ставил за заключенными Спектакли До того Как не арестовали Начальника лагеря Фирина Который покровительствовал Театру И Теретьев дома Сказал Что знаете Меня тоже Должны до днях арестовать Всех арестовывают Почему же меня Не арестуют Но в этот раз Я ничего подписывать Не буду Ощущение абсурда Нарастает Случайность Донос Разнарядка Полученная местными Чекистами Какое это Имеет значение Судьба Неволя Прерывает Размышления Художника О свободном Творчестве Когда нет ошибки Ничего нет Кто может сомневаться Что нелепость Чепуха Голое чудо Последствия Творчества Но не так легко Обмануть самого себя И ускорить Случай ошибки Только механические А не идеологические Способы Во власти художника И тут мастерство То есть умение Ошибаться Для поэта Означает Думать ухом А не головой Не правда ли Антиномия Звука и мысли Не существует Слово Означает То Что оно Звучит Фауст Пытался в Евангелии Заменить слово Разумом Здесь Кроме нахальства Обычное Невежество Людей Которые На язык Смотрят В первом году Тихо По главным По главным Улицам Поперек Провинциозной Немочи Когда лягушка Рождает устрицу В печенке Леонардо Да Винчи Я иду По горе Ничего не имею Против голубого Небо И скоро Уеду Везде Встречаются Наши Противоохи На каждой Станции В гостиной Слово Повернут Ко мне Пегий Профиль На волнах Радио Свобода Вы слушали Передачу Из истории Поэтического Авангарда Игорь Терентьев Передача Подготовлена В петербургской Студии Радио Свобода Продюсер Виктор Смирнов Подготовила И вела Передачу Татьяна Вольтская Радио Свобода На этой неделе 20 лет назад Над архивным проектом Работает редактор Иван Толстой Каким вам Представляется Будущее России Не знаю Безоблачным Вряд ли будет Мне кажется Будущее России Как я представляю Это самая лучшая Страна в мире Россия У нас Все будет Очень замечательно Не будет Коррупции Образование Будет самое лучшее Я только надеюсь А что Как Будет Не знаю даже Не вижу будущего В нашей стране Проблемы Были всегда И будут Такие же Какие были Я не настолько Считаю себя Оптимистом Но все-таки Хочется надеяться На лучшее На данный момент Ситуация Не настолько Оптимистичная И Воодушевляет Да что-то Как это страшновато Радио Свобода Глушить уже поздно Говорит Радио Свобода Круглосуточный прямой радиоэфир И аудиотека лучших программ И подкастов Свободы На YouTube-канале Радио Свобода Лайф Радио Свобода На экране твоего монитора В твоем мобильном И в твоих наушниках YouTube-канал Радио Свобода Лайф Твой YouTube Обретает знакомый голос